Три дня вместо пяти с нового года в стране вступил в силу новый федеральный закон о регистрации обществ с ограниченной ответственностью. Действительно ли теперь зарегистрировать ООО станет проще, выяснял Борис Киргенеков. Офис фирмы по доставке и подбору автомобильных запчастей. Компания работает по франшизе на новосибирском рынке с 2008 года. Зарегистрирована к фирме как общество с ограниченной ответственностью. ООО, пожалуй, самая популярная в стране форма ведения бизнеса. Малые и средние предприятия работают именно по этой системе. В течение пяти дней, по-моему, правила были тогда. То есть сейчас, в принципе, зарегистрировали без проблем. Но сейчас слышал о новом законе, что вышел, что немножко срок поменьше. Тяжелый процесс был, потому что требовалось очень много каких-то дополнительных документов, которые требовались. Сейчас пакет документов более оптимизирован, я тоже слышал. И поэтому я считаю, что это не только временные интервалы, но это и какие-то энергозатратные, того же главного бухгалтера, еще каких-то помощников. Это ускорит процесс. Да, срок регистрации нового ООО теперь три дня, а не пять. С одной стороны, законодательная инициатива направлена на упрощение жизни малому и среднему предпринимательству. Но это только одна из поправок в законе. Основная суть – наделение большими полномочиями нотариусов. И здесь процедура, наоборот, усложняется. Теперь для совершения определенных действий, которые ранее не требовали нотариального удостоверения, отныне они требуют, например, это нотариальное удостоверение решения об увеличении уставного капитала, залоги, доли. Нотариусы могут безвозмездно пользоваться сведениями из единого реестра. А все это введено для одной цели – борьбы с фирмами-однодневками. Порядок выдачи документов нотариусам усложняется. Нерадивым игрокам рынка будет труднее вести спекулятивную деятельность, а для добросовестных предпринимателей возникнут дополнительные издержки на оплату услуг нотариусов. Борис Киргенеков, Алексей Зубилов и Александр Ведерников. Новости ОТС.